Здравствуйте, мои знакомые и незнакомые зрители! Сегодня нам подстоит большой и важный разговор об уникальной личности. И для этого мы с вами побываем в двух городах, в двух регионах, далёких друг от друга. Но основное время проведём в красивейшем городке на озере Гарда, Гордона-Ривьера, и посетим его великолепную виллу, судьба которой связана с именем Габриэля Дианунцо, незаурядного человека, писателя, поэта, политика, военного, имя которого знает каждый итальянец и мало кто за пределами Италии в наши дни. Имя Данунццо носит аэропорт, университет, улицы, площади в Италии. И это несмотря на то, что жизнь Данунццо прочно связана с фашизмом. Мы сейчас с вами перенесёмся из Ломбарди с озера Гарда в регион Абруццо, в город Пискара, на берег Адриатики, где 12 марта 1863 года в семье Луизы Бенедиктис и Франческо Данунццо родился сын. Габриэля появился на свет в доме родителей, но впоследствии он утверждал, что родился в море, в шторм, на борту судна Ирена, которым управлял его дед. Мать Габриэля была родом из богатой и благородной семьи, а отец Франческо Паоло – землевладельцем, ставшим впоследствии мэром Пискары. Мать была образованной и утончённой натурой. Отец – разнузданным гулякой, редко бывавшим дома, имевшим много женщин на стороне и потому плодившим бесконечные долги. Габриэля унаследует черты и отца, и матери, противоречивые и взаимоисключающие, но сложившие его неординарный характер. Однажды, когда отец был очередной любовницей, мать оставила своего маленького трёхлетнего сына с собой в постели и плакала. Тогда ребёнок проснулся и попросил зажечь её свечу. «Для чего?» – спросила мать. «Ты плачешь, а я хочу осушить твои слёзы», – ответил маленький Габриэля. Отца, которого Габриэля называл Полифемом, жестоким великаном-циклопом, маленькому Габриэля заменили взрослые мужчины с окраин Пискары, совсем не из его круга, которых мальчик считал своими друзьями. Жизнь маленького Габриэля проходила в играх со сверстниками, драках и о прогулках и купании на море. Однажды в попытке достать гнездо ласточки Габриэля упал с крыши дома, повредив руку. Вид выступавшей крови вызвал у него чувство наслаждения. Так в Габриэля обнаружился мазохизм, который определил во многом его поступки в более взрослом возрасте. Вскоре родители отдают его на обучение в престижный колледж во Флоренции, где он показал себя умным, способным и дисциплинированным учеником. Именно там, в Прата, он начал свои первые писательские опыты, и из-под его пера выходили стихи, испугавшие учителей своим эротическим подтекстом и излишней чувственностью. У Габриэля появляются первые привязанности и интерес к противоположному полу, который в последующей жизни перерастет в страсть. Он не мыслил себя вне женского общества. Учаясь в колледже в 1879 году, Данонсо издает свое первое произведение – сборник стихов «Приму Веры», профинансированное отцом. Для его рекламы он распространяет слухи о своей смерти. Издание раскупают, после чего автор является публике живым и невредимым. А между тем Габриэля Данонсо предстоит продолжить образование, и для этого был выбран Римский университет, который, однако, Данонсо не баловал своим посещением. Его вовлекла в круговорот столичная жизнь. Он тратит огромные деньги на модную одежду, обувь, духи, перчатки, становится завсегдатаем модных салонов, заводя знакомство в среде аристократов. Обожая все, что было связано с итальянской античностью и искусством, он скупает в антикварных магазинах многочисленные артефакты и безделушки. Еще одна его страсть на всю жизнь. Здесь, в Риме, он серьезно начинает заниматься писательской деятельностью и публикует свои стихи, рассказы, статьи, критику. Идет 1882 год. В этом году Данонсо сочетается браком с Марией Хордуэнди-Галезе, герцогиней из знатного рода. Она ждет ребенка. Однако это не мешает ему заводить роман на стороне, которые подпитывают его творчество. Его преследуют собственные долги, к которым прибавляются долги умершего отца. Данонсо сбегает в монастырь, где пишет свой роман «Наслаждение», который был прекрасно принят. О Данонсо стали говорить как о новом большом явлении в итальянской литературе. Критики отмечают его особенный художественный язык, возрождавший античные традиции. Сцены романа очень точно передавали эмоции и состояние героев. Роман был необыкновенно чувственным, живым, тонким. В 1891 году Данонсо разрывает отношения с супругой, при этом юридический союз, в котором родилось трое детей, остается в силе. Роман с актрисой Элеонорой Дузой, известной во всей Европе, открывает новую страницу в творчестве Данонсо. Он начинает писать для Дузы театральные пьесы, часть из которых были откровенно провальными из-за своей несценичности. Театр не принимал тонких чувственных описаний, легко ложившихся на бумагу в его романах. В 1897 году Данонсо начинает заниматься политикой. Он избран в Палату депутатов. Данонсо меняет города, он живет то в Венеции, то в Неапле, то в Милане, то возвращается в родной Абруссо. В этот период Данонсо начинает изучать труды Ницше. Его интересует теория сверхчеловека. В 1901 году в Милане он вступает в масонское общество. Но уже в 1910, накопив непомерное число долгов, он сбегает со своей очередной любовницей русского происхождения, Натали де Голубев в Париж. Во Франции он не только пишет, но и участвует в политических дебатах. Приближается Первая мировая война. Мы возвращаемся в Гордон-Ривьера на озеро Гарды и перенесемся с вами сразу в 1921 год, когда здесь Гордон и Габриэля Данонсо приобретают резиденцию, конфискованную итальянским правительством у немецкого искусствоведа Генри Тодде. Данонсо решает подвергнуть поместье кардинальной реконструкции, для чего приглашают сюда архитектора Джан-Карло Марони. Жилой частью вилы становится дворец Приория, в котором помещались несколько богато оформленных комнат. Фасад же Приории был украшен гербами в подражание дворцу Приоров в Орецо. Работы в значительной степени финансирует правительство Бенитто Муссолини, но отнюдь не из уважения к заслугам Данонсо. Муссолини боялся Данонсо, боялся его возвращения в Рим, Муссолини боялся авторитета Данонсо, обожания итальянцев, которое Габриэль заслужил своей яркой и неординарной жизнью. И об этом разговор у нас еще впереди. И проницательный Данонсо прекрасно понимал это. Недаром одна из комнат Приории была названа комнатой прокаженных, то есть отвергнутых. Данонсо имел серьезное разногласие с Муссолини по вопросу союза Италии с Германией, что предвещало для Италии вступление в войну. Муссолини после визита в Германию был ошеломлен ее мощью и находился под сильным впечатлением от личности Гитлера. Данонсо вел ожесточенные дискуссии с Муссолини и убеждал его в опасности объединения с Германией. Я остановила свой рассказ о нашем герое в преддверии Первой мировой войны. К тому времени Данонсо прочно закрепился на литературном Олимпе Италии. Его романы «Джованни епископа», «Невинный», «Триумф смерти», «Пламя» были оценены и за пределами Италии. Его поэзия оказывает сильнейшее влияние на литераторов начала XX века, в том числе и на поэтов Серебряного века в России. Он получает прозвище «Ильвате», то есть «Священный пророк». Италия признает его влияние на литературу, вкус и образ жизни современников. Его называют «Ильпаэта», единственный, кто получил это звание наряду с Данте Оливьери. Вместе со званием он получает право носить венок Данте. В преддверии войны Данонсо призывает Италию к вступлению в союз с Антантой и активным военным действием против Австро-Венгрии. Его призывы действуют на итальянцев магически. К началу войны Данонсо исполняется 52 года, и он уходит на фронт вначале, воюя на море, а затем и в воздухе. Но его военная служба несла на себе печать мазохистских и артистических наклонностей и всегда более походила на авантюру. В 1918 году он совершает свой знаменитый полет на Вену, когда эскадрилья из 11 самолетов под названием «Ля Сирениссима», то есть Венеция, с нарисованным на бортах львом Святого Марка, пролетев 1200 километров, разбросала над Веной 50 тысяч листовок с итальянским триколором и призывом капитулировать и оценить благородный жест итальянцев, ведь вместо листовок они могли бы сбросить бомбу. Забавно, но текст не был переведен на немецкий, и вряд ли кто-либо из венцев понял, что написано на листовках. В одном из полетов Данунцо получает ранение в глаз и остается практически без зрения. Он долго носит повязку на глазу, она становится частью его образа. Первая мировая подошла к своему концу, но для Италии она не была закончена. Итоги войны не устраивали итальянцев. И тут в пору поговорить о самой большой авантюре Данунцо. Его театральные пьесы были не столь успешны на подмостках, но за свою самую большую театральную постановку он рассчитался кровью товарищей. Вилла, в которой Данунцо жил в Гордоне, получила имя Витериали де ли Итальяне, то есть храм побед итальянцев. И по замыслу хозяина она должна была стать памятником его неподражаемой жизни. В центре Витериали стоит военный корабль «Апулия», который обращен носом к озеру, а соответственно и к Адриатическому морю в память о республике Фьюме, главой которой довелось стать нашему герою. По окончании войны между Италией и королевством сербов и хорватов развернулась борьба за Фьюме, город, входивший перед войной в Австро-Венгрию, 80% населения которого составляли этнические итальянцы. Во время войны на этой территории стояли батальоны «Ардити» – штурмовые итальянские подразделения, которые отказались уйти с территории по окончанию войны и требовали передать Фьюме Италии. Офицеры «Ардити» обратились к Анунцо с призывом возглавить их движение. «У меня лихорадка, но я выезжаю», – ответил будущий вождь. Используя несколько видов транспорта, 56-летний Габреле Данунцо добирается до Фьюмы, где его ожидали 196 гренадеров. Фьюмы провозглашается республикой 30 октября 1919 года. Жители Фьюмы восторженно приветствуют героя. На волне воодушевления Данунцо пишет «Конституцию республики» в стихах. Но даже ближайшие его соратники признают ее непригодной. «Конституция» переписывается социалистам де Амбрис. Ее называют «Хартией Корнаро» по имени Гольфа, залива, на котором стоял город. А в основу ложатся идеи анархизма, демократии и социализма. Вся экономика делится между девятью корпорациями, что затем использовала фашистская Италия. Вводится обязательное музыкальное образование, а главным предметом в школах объявляется хоровое пение. В качестве флага Данунцо выбирает для Новой Республики знак Урбороса – змеи, кусающие свой хвост, символизирующие бесконечность и цикличные жизни, созидание и разрушение жизни и смерти. И здесь Данунцо с очевидностью дал волю своим масонским идеям. На флаге поместили и звезды Большой Медведицы, и девиз на латыни – «Кто против нас?». Данунцо, блестящий знаток античной истории Рима, вводит приветствие Аллая и вскидывание прямой руки вверх, как это делали римские легионеры. Ордити носят черные рубашки, во Фьюме начинают использовать свастику. Все это впоследствии заимствуют Муссолини, а затем и Гитлер. Странно-участница Первой мировой, с возмущением воспринимали происходящее во Фьюме, однако, словно парализованные, не предпринимали против правительства Данунцо никаких действий. Первые месяцы существования нового государства протекали в бесконечных празднествах и увеселениях. Во Фьюме потянулись итальянцы, желавшие развода. Здесь, в отличие от Италии, его разрешили. В республику стали стекаться разного рода аферисты, дезертиры и маргиналы. Однако, в новорожденной республике истощаются запасы еды, а деньги на предприятиях не выплачиваются. Тогда боевые корабли Фьюмы выходят в Адриатику для грабежа проходящих судов, а боевые самолеты используются для полетов за пределы республики с целью похищения скота и птицы в домохозяйствах. И все равно питания не хватает. Тогда в ход идет кокаин, а во Фьюме прибывают новые партии проституток, которые должны были скрасить тяготы новой жизни гражданам молодой республики. На кокаин подсаживается и сам Данунцо. До конца жизни наркозик станет его постоянным спутником. В ноябре 1920 года Италия подписывает Рапальское соглашение, по которому Далмация, включая Фьюмы, отходит к будущей Югославии. Новые хозяева молодой республики в отчаянии. Данунцо пишет письмо Муссолини с просьбой о поддержке, но Муссолини молчит. Данунцо не забудет предательство, а Муссолини, испытывавший зависть к сопернику, торжествует. Город осаждают суда Италии, начинаются боевые действия и блокада. 26 декабря Данунцо подает в отставку. Республика, просуществовавшая 15 месяцев, заплатив десятками убитых, прекратила свою жизнь. Данунцо возвращается в Венецию. Данунцо 58 лет, он закончил войну в ранге подполковника, но политическая и военная карьера, он это хорошо понимает, подошли к концу. Однако остались еще две страсти. Два дела, которыми он по-прежнему увлечен – литература и отношения с женщинами. Дворец приория, где жил Данунцо, был местом, где можно было предаваться всем наслаждениям жизни. Каждая комната виллы имела свое предназначение, а вход во дворец начинался с двух комнат. Ораторий Далмаца для желательных гостей и комнаты маски для гостей, которым хозяин питал неприязнь. Именно в этой комнате и дождался своих приемов Муссолини. Мрачная и гнетущая обстановка комнат во многом объяснялась проблемами со зрением хозяина после потери глаза в Первой мировой. Комнаты уставлены многочисленными предметами и арт-объектами, которым Данунцо питал ненасытную страсть. В зале «Глобуса» размещается 33 тысячи томов книг, которые составляли библиотеку прежнего хозяина и собранных самим Данунцо. В музыкальной комнате некогда стояли три рояля, один из которых принадлежал Фернсу Листу. Здесь устраивали музыкальные вечера, а на рояле играла любовница хозяина Луиза Бакара. Единственная освещенная комната приории – это рабочий кабинет Данунцо, где он работал и писал. Комната Леды и Прокаженных столь же темные, как и остальные, а их эклектичное оформление несет множество тайных в большинстве масонских символов и изречений. В доме 19 комнат. Часть из них недоступна для осмотра, но в целом дом оставляет впечатление закрытые наглухо шкатулки, хозяин которой имел массу тайн и желаний, которые следовало скрывать. Всю жизнь Данунцо сопровождали неординарные женщины, среди которых были и аристократки, одна из которых лишилась ума после отношений с Данунцо, другая ушла в монастырь, с третьей ему пришлось сесть на скамью подсудимых. В списке любовниц были Ида Рубинштейн, Сара Бернар, Ромейн Брукс, Пожалуй, только Айсидора Дункан и Тамара Олимпицкий устояли в этом многочисленном ряду жертв Данунцо. Айсидора Дункан говорила о нем. Этот лысый, невзрачный карлик в разговоре с женщиной преображался. Он казался ей почти Аполлоном. В этом состоял гений Данунцо. Он убеждал каждую женщину, что она богиня того или иного мира. В Витериале Данунцо охотно предавался сексуальным экспериментам. А его горничная Элис, по совместительству его любовница, приводила в дом проституток, которых она перед свиданием с Данунцо причесывала и одевала в соответствии со вкусом хозяина. В доме разыгрывались целые сексуальные спектакли, в процессе которых Данунцо давал своим избранницам новые имена. На кухне готовились специальные соусы, которые служили афродизиаками. Данунцо ушел из жизни в возрасте 75 лет. За 4 часа до его смерти дом покинула очередная юная посетительница. В Витериале, где Данунцо провел последние 16 лет своей жизни, это больше, чем вилла. Это маленький большой мир поэта, отразивший его натуру и жизненный путь. Музыка Вернемся на крейсер Апулия. Он был подарен Данунцо адмиралом Таоном Деревелем в память о военных заслугах нашего героя. Когда-то он был действующим кораблем серии бронепалубных крейсеров. Разобранный корабль прибыл в Гордоны на 20 железнодорожных платформах и собирали его уже здесь, на вилле. Здесь проводились музыкальные концерты, здесь после смерти Данунцо состоялась церемония прощания с Пайтером. От места, где стоит Апулия, истекают два водных потока «Сумасшедшая вода» и «Мудрая вода». Долина Мудрой воды – очаровательное место, где сквозь естественную природную растительность проглядывают массивы горного туфа. Здесь царит умиротворение. Вдоль этих пейзажей, благодаря перепадам высот, несутся воды мудрого источника. Долина Сумасшедшей воды – сестра Мудрой. Растительность, водопады, овраги, ручьи, мосты, дорожки, арки, ниши. Очень красивый участок парка, где природа обогащена творениями человека и находится с ними в полной гармонии. Здесь, над водами сумасшедшего потока, стоит мост железных голов, построенный из белого веронского мрамора. Украшенный гаубичными гильзами, подаренными Данунцу маршалом Армандо Диосом. Оба потока, мудрой и сумасшедшей воды, впадают в пруд танцев. Особенное, волшебное место – каменный бассейн, выполненный в форме скрипки. Здесь устраивались музыкальные концерты, встречи с гостями, а также с мимолетными любовницами. От пруда танцев открывается вид на портал Ривана – подарок города Рива-дель-Гарда. От пруда танцев поднимемся к садам, в которых так нравилось бывать Анунсо. Он был большой любитель цветов. Многие интерьеры его романов он описывал, обязательно помещая в них вазы с цветами. Цветы сопровождали героев его романов и стихов повсюду. Лепестками роз он усыпал ложи, встречая своих любовниц. Сады, украшенные античными римскими вазами и статуями орлов – символов Римской империи. Продолжение следует... Большой любитель и знаток античности Данунсо сооружает в Ветериале амфитеатр в подражании древним театрам Греции и Рима. Многие работы в Ветериале были завершены уже после смерти Данунсо. Тоже произошло и с этим театром. Поэт не увидел окончания работ над ним. Театр вмещает полторы тысячи зрителей. Здесь проводят концерты и спектакли. Ну и закончу я рассказ о Ветериале местом, где завершил свой земной путь Габриэле Данунсо мавзолеем, который выполнен на трех уровнях, что по замыслу Данунсо должно было напоминать о кругах Данте в Божественной комедии. На одном из уровней выставлен катер МАЗ-96. Аббревиатура МАЗ расшифровывается как противолодочная моторная лодка. Но Данунсо придумал ей другое толкование – «Мементо аудре семпер» – «Всегда помни о смелости». В феврале 1918 года, во время Первой мировой, Данунсо участвовал на этом торпедном катере в атаке на австрийские суда в бухте Букари. Хотя атака вышла насмешкой. Судов неприятеля не оказалось, и экипаж просто забросал бухту бутылками с оскорбительными записками. На нижнем уровне мавзолея устроено место памяти павших за республику Фьюмы боевых товарищей Данунсо. На мраморных таблицах выгравированы их имена. Мавзолей занимает самую высокую точку Виттериали. И здесь, на самом верхнем уровне мавзолея, стоят арки – подобие арок римской эпохи, где в саркофагах покоятся ближайшие соратники Данунсо, а в центре – самый высокий саркофаг с телом поэта. Похороны Данунсо проходили с государственными почестями в присутствии вдовы Марии Хардоинди Галезе и главы фашистской Италии Бенито Муссолини. Величественный вид на озеро Гардо открывается с этой точки. Здесь Габриэля Данунсо, ушедший из жизни 1 марта 1938 года, после излияния в мозг во время работы за своим столом, покоится в окружении статуй собак, животных, которых, как и лошадей, он очень любил. Свою виллу Витериали Делли Итальяне Данунсо завещал Италии. В акте дарения он написал «Моя любовь к Италии, мой культ памяти, мое стремление к героизму, мое предвидение будущего Отечества проявляются здесь в проработке линий, в каждом аккорде или диссонансе цвета. Все здесь является формой моего разума, аспектом моей души. Когда смерть отдаст тело моей любимой Италии, пусть мне будет позволено сохранить лучшее из моей жизни в этом подношении моей любимой Италии». Субтитры создавал DimaTorzok